Денис Гусев Я родился в городе Тихорецк, это Краснодарский край, примерно 160 километров от Краснодара. Маленький городок, небольшой, красивый, с населением 60 тысяч. По большому счету молодежи там делать особо нечего, то есть ты либо идешь работать на завод за достаточно скромную зарплату, либо идешь работать на рынок, либо в какую-нибудь банду, которых там тогда в 90-е было предостаточно. Я учился в школе, в школе гимназии номер 6 и учился достаточно неплохо, школу окончил без троек, но уже примерно с 7 класса я увлекся легкой атлетикой. И достаточно быстро ее полюбил, потому что как парень, которому нравилось чем-то заниматься, что-то как-то себя преодолевать, с кем-то соревноваться, тем более куда-то ездить на сборы, на соревнования. Мне очень понравился этот вид спорта и могу сказать, что у меня даже неплохо получалось в нем. Потом я стал чемпионом края в своей возрастной группе, попал в сборную России, ездил на сборы. В легкой атлетике у меня была специализация, это прыжки в длину. У меня под кандидата в мастера спорта что-то за 7, под 7,20 или там 7,10 я прыгал, был чемпионом края. Бег на 100 метров тоже скоростный салон мне нравился, но я там даже что-то первый разряд не выбегал. Но мне все-таки больше нравилось именно прыжки в длину, там за 7 метров в общем я прыгал, да, ну там регулярно. У меня, кстати, еще я не один в семье, у меня брат, который нам два года младше, он в Ростове сейчас живет, и сестра, которая на 5 лет младше, она также сейчас живет в Москве. И, кстати, начала вот недавно выступать, у меня сейчас был первый сезон, выступала в фитнес-бикини. Ну, результат не очень, но зато форму сделала достаточно достойную, хорошую. Просто как специалисты заявили, у нее плечевой пояс немного не подходит для бикини, а больше для бодифитнеса. Но для бодифитнеса надо набирать массу, а она этого не хочет. Поэтому сейчас намечится, что и делать дальше. Соответственно, когда я заканчивал школу, стал вопрос о дальнейшем поступлении. Я разорвался на несколько институтов, потому что мне хотелось поступить в хорошее такое заведение. У нас самый лучший университет в Красноярском крае, это аграрная академия, там где именно сельскохозяйственная, где учат на такие бытовые профессии, которые востребованы у нас в Красноярском крае. Поэтому я хотел поступить туда, но боялся, что своих знаний не хватит. А за поступление, скажем так, за взятку просили очень большие деньги. Мои родители в год столько не зарабатывали. Сколько хотели? Хотели тогда по тем деньгам 50 тысяч рублей. Это какой год? Это был 97-й год. Ну и это как время? В 97-м году 50 тысяч рублей, это там полторы тысячи долларов при зарплате в 300 или там в 200 даже на семью. То есть это нереальные деньги были. Но мне, когда я еще выиграл чемпионат края, подошли представители академии физической культуры, спорта и туризма. И сказали, Денис, у тебя очень плохие результаты, мы хотим, чтобы ты выступал и учился в нашей академии. И в саму академию я поступил сам, без взяток, без всего. Мне пришлось переехать из Тихорецка в Краснодар. Но, как вы понимаете, семья моя была достаточно простая. У меня отец работал на заводе красный молот, там с лесарем каким-то. Мама работала в архитектуре тоже на достаточно простой профессии. И заработок на семью, там, ну 98-й год, что-то составлял там в районе 3-3,5 тысяч рублей в месяц на семью. Соответственно, денег они мне могли выделять, там, ну не знаю, 400-500 рублей в месяц. Да, вот представьте, доллар тогда уже 28 стоил, тебе дают 500 рублей в месяц на еду. Для примера, в нашей студенческой столовой, да, где там очень бюджетно и дешево кормили, один прием пищи, ну там пообедать, например, да, там просто из второго и компота стоил 15 рублей. Вот если бы я просто хотя бы один раз в день ел в этой столовой, то мне потребовалось бы 450 рублей в месяц на один прием пищи. Там мне давали, там, 500. Это без учета, там, всяких трат, не знаю, там, на одежду, на зубную щетку, пасту и так далее. Помню, дело доходило до того, что в душе после тренировки один парень выкинул, как это называется, для купания, мочалка. Один парень выкинул мочалку, head and shoulders, да, ну она такая продавалась в комплекте, душ, шампунь и мочалка. Вот, и я забрал, говорю, слушай, можно заберу тебе мочалку? Ну, забирай, потому что у меня денег не было вообще ничего купить, просто я там голодал, можно сказать. Но я понял, что нужно идти работать, уже как-то зарабатывая деньги. У нас там в общежитии практиковались так называемые шабашки или подработки. Это когда какие-то люди приезжали, и им нужно было делать какую-то такую простую, но физически тяжелую работу. Там, разгружать вагоны, копать траншеи. И вот уже с первого курса я начал работать на таких очень непростых работах, для того, чтобы хоть как-то прокормиться, чтобы хоть денег было хоть на что-то. Когда поступил в институт, соответственно, пришлось жить в общаге, потому что, ну, на что-то другой денег не хватало. Жили мы троем в одной комнате, не знаю, там 6-7 квадратных метров, очень маленькая была. Вот, и общага, конечно, была, Академия физкультуры очень неспокойная. Нередко было, когда по ночам твоя дверь просто вылетала с петель и с криками, так, что у вас есть пожиратели, там, сходи за бутылкой водки, там, и так далее. Причем за свои деньги, которых у тебя не было. То есть там такое регулярно было. В общем, веселая жизнь была. Ну, при этом я занимался легкой атлетикой, и к концу первого курса я понял, что мои результаты, они идут только вниз, потому что работая по ночам, участвую в институте, еще каждый день, там, посещая тренировки, у меня нет сил ни на восстановление, ни на рост, ни на прогрессию какую-то. И я, там, скрипя душой, скрипя сердцем, принял решение о том, что нужно завершить свою спортивную карьеру. Но я пришлось мне это сделать, потому что стал выбор. Либо ты так же мечтаешь непонятно о чем, то, что ты когда-то что-то выиграешь, либо ты идешь и зарабатываешь деньги здесь и сейчас, и себя как-то обеспечиваешь. И уже на третьем курсе института я понял, что нужно искать какую-то более подходящую работу. Ну, так как никакой профессии не обладал, я пошел работать барменом. Уже с третьего курса, то есть каждую ночь, я работал барменом, а с утра я ходил на учебу и учился, при этом с красным дипломом закончил. Было достаточно тяжело, но хоть какие-то первые деньги появились. Я помню, что на четвертом курсе я купил первую в жизни свой компьютер. Стоил тогда он 16,5 тысяч рублей. Я собирал достаточно долго, полгода на него, но я купил и был просто мега счастливым, потому что все свободное время я играл на тот момент мою любимую игру «Герои магии меча». Кто помнит, это такая просто игра всех времен и народов. Я играл за оплот и играл за персонажа, у которого была специализация логистика, по-моему. Ну, не знаю, нынешнему поколению это не понять, но тогда эта игра просто все в нее играли. После этого, к концу четвертого курса, я уволился с барменства, потому что понял, что это достаточно профессия, в которой мало очень роста карьерного. И мне удалось поступить на работу в такую компанию, как «Евросеть». «Евросеть» — это первая в жизни компания, которая мне была какой-то толчок, такой в жизни серьезный. Потому что «Евросеть» на тот момент была московская компания, она пришла в Краснодар только-только. И тогда как раз начался бум мобильных телефонов. Все мечтали купить телефон, мечтали, чтобы он был красивый и подороже. Ну, в принципе, как и сейчас. Только сейчас это только iPhone и Samsung, а тогда их было огромное количество. Ну вот, тогда Nokia была мегапопулярной, она была очень дорогой, все мечтали иметь именно Nokia. У тебя на тот момент телефон был? Нет, на тот момент, конечно, у меня... Нет, я уже купил телефон, да, когда я закончил четвертый курс, у меня уже был телефон, который у меня украли в этой общаге, конечно же. У меня был, честно, я не помню, какая модель, потому что сейчас такая фирма на рентгене не представлена, но это была красивая такая лопата с выдвигающейся антенной, вот такая серого цвета. Причем, чтобы вы понимали, тогда купить сим-карту, это стоило, сим-карта стоила почти как телефон, две с половиной тысячи рублей. То есть, ну, это как сейчас, не знаю, 30 тысяч рублей сим-карта, да, вот многие будут готовы за 30 тысяч купить сим-карту. Вот тогда вот она столько стоила, и других вариантов не было, потому что в Краснодаре не было ни МТС, ни Билан, ни Мегафон, тогда был какой-то Кубань, GSM, и эти сим-карты там, они очень дорого стоили. Но я купил там, насобирал как-то денег, потому что у меня надо было связь с родителями, поддерживать со своими работодателями. Там моя карьера поперла очень-очень быстрый верх. Я был, наверное, первым стажером, который всего лишь за три недели стажировки получил за звание продавца, начал работать, и какие-то первые более-менее такие хорошие деньги начал зарабатывать. Вот помню, моя первая зарплата была за три недели, это был, получается, где-то 2002 год, была 18,5 тысяч рублей. Это были серьезные деньги, причем, что за квартиру, например, я платил там 500 или 600, мы с другом ее снимали, то есть 500 рублей стоила квартира, а 18,5 ты получал, то есть 18 тысяч еще на руки оставалось, им прям мог неплохо жить. Ну, не могу сказать, что я на какие-то развлечения тратил, я был не особо там каким-то клубешным парнем, ну, так на девчонок иногда тратил, ну, там какие-то же подруги были, ну, в основном пытался как-то откопить, ну, и на текущие расходы там. Потом мне позволили открывать новые магазины, то есть я стал уже как менеджером, который открывает магазин и работает там как старший продавец. Я открыл тогда в Джубге, помню, магазин, потом мне вернули в Краснодар, я открыл в Краснодаре магазин. Помню, из Джубги, когда я туда приехал, в общем, наш магазин состоял только из трех витрин, причем он был сделан в бывшем туалете. Иногда люди, которые там до этого проезжали, забегали туда как в туалет, видели, что там магазин находился. Ну, мы каждый день работали, там, один выходной в неделю все у нас было, то было хорошо, и то все равно приезжал на точку. У нас стоял лимит по зарплате, у нас так сделали, что ты не мог получать, было больше определенной суммы. И сумма была полторы тысячи долларов. Вот и я ее полностью, ну, как бы, пахал так, что зарабатывал полторы тысячи долларов, по тем деньгам это где-то 45 тысяч рублей было. И в какой-то момент появилась информация о том, что компания открывает новую позицию, новую должность, тренинг-менеджер. То есть в обязанности человека входил обучать уже персонал компании по продукту, было два направления по продукту и по теории продаж. Ну, я выбрал по продукту, потому что очень хорошо разбирался в продукте компании. И приехал в офис, ну, как бы, подал свое заявление, меня сразу же одобрили, приехал в офис. Тут мне объявляют, что Денис, мы тебя приняли на работу, но будешь работать не в Краснодарском крае, а на республиках Северного Кавказа. И помню, конечно, компания выжимала все соки из людей. Я прихожу в офис, говорю, да, хорошо, ладно, я согласен. Говорят, ну, все, типа, снимай себе там квартиру. Говорю, так, ребят, вы меня отсылаете в командировку и говорите, чтобы я себе вам снимал квартиру. Я же здесь, в Краснодаре снимаю квартиру. Я же туда не на всю жизнь не еду. Они, типа, да, нас это не волнует, там, типа, снимай квартиру и все. Причем зарплата тогда, да, я продавцом был 45 тысяч получал, а когда попал на эту должность, мне зарплата стала, типа, 18 тысяч, то есть в два раза, даже в два с половиной раза меньше. Вот, тогда мне уже было в районе 23 лет, 23-24 года, и я понимал, что жизнь, конечно, прекрасная, Краснодарский край классный, тепло, море недалеко, фрукты, зелень, девчонки красивые, ну вот. Но на 14 тысяч рублей мне тяжело прожить. Помню, что с девчонкой с одной познакомился, так в нее влюбился, она первая любовь в моей жизни была. Как же вы? Блин, я сейчас не вспомню, как ее звали. Да, представь, просто я так долго пытался ее из сердца выкинуть, что, видно, я так сильно ее выкинул, что даже уже не помню, как ее зовут. Клинусь, не вспомню. Да, я бог с ним. Ну, я не могу вспомнить, потому что я сейчас жену свою люблю и больше никого не знаю, понимаешь? Четко съехал. Да, да, но, скажем так, это, наверное, был большой плюс, что я познакомился с этой девочкой, потому что девочка мне дала очень четко понять, что нужно девочкам от мальчиков. Клубы, подарки, дискотеки, кинотеатры и так далее. Ну, как если у тебя 14 тысяч рублей на жизнь остается, там, куда-то в Сочи съездили, что-то еще, но потом она как-то плавно с меня съехала, вот. Потерялась и все, перестала отвечать на мои звонки и так далее. Я просто понял, что, ну, меня кинули впервые в жизни, девушка именно. И тогда я очень сильно расстрелился, два месяца просто себе не мог найти место. Но через два месяца я чуть-чуть успокоился, то есть у меня вот такие переживания, два месяца длились очень много. Вот я успокоился, начал думать о том, что почему, почему так произошло, ну, понял абсолютно адекватно, что девушка просто не захотела с вами встречаться, там, какой бы я, там, интересным молодым человеком не был, что у меня просто нет денег для того, чтобы, как бы, обеспечить ей красивую жизнь. Ну, понятно, она молодая, там, ей 20-22 года, понятно, что ей хочется красивой жизни. И это абсолютно нормально, я это поддерживаю, так и должно быть. Сочилось так, что в какой-то момент приехал мой приятель, он жил в Москве, и он мне сказал, Денис, хватит здесь торчать, я у тебя уже четвертый раз сюда приезжаю, зову тебя, приезжай в Москву, там шансов больше, будешь зарплаты гораздо больше получать. Но вначале, как бы, будет тяжело, потому что, ну, у меня денег нет, мне осталось свободных, чтобы, там, как-то квартиру снимать, там, не было связи с знакомых, которые работу могли бы найти. Сказал, давай просто ты приедешь, попробуешь, и если получится, то все будет хорошо у тебя. На мой день рождения, 11 августа, мне исполнилось 20, по-моему, 6 лет, это был, не, 25 лет, мне 25 ровно исполнилось, да, это был 2006 год. Да, 2006 год. Свой день рождения отпраздновал со своими друзьями, весело, задорно, и на следующий день сел просто в самолет и улетел в Москву. Могу сказать, что тогда, живя в Краснодаре, я думал, что Москва, ну, это, как, не знаю, в Нью-Йорк съездить, то есть это, ну, что-то невероятное. То есть, ездить туда можно, а вот жить там, ну, невероятно. Приехав в Москву, кстати, могу сказать, что у меня было 500 долларов в кармане, 15 тысяч рублей, двое кроссовок, двое шорт, одни штаны, две майки и бейсболка. То есть, такой человек, лимита приехала покорять Москву. Ну, хорошо, приятель мой был, такой нормальный парень, он говорит, да, живи у меня пока. Так, все, что у него жена уехала в Турцию отдыхать на несколько недель, и в одной комнатной квартире, ну, соответственно, было место, и я никого не смущал, не мог пожить там. Потом супруга его вернулась, и мы взяли раскладушку, и какое-то время, в общем, в однокомнатной квартире мы жили трое. Ну, парень действительно хотел мне помочь, сказал, что я понимаю, что ты не навсегда у меня приехал, поэтому давай как-то, вот, пытайся, ищи. Вот, и через какое-то время, мыкался-мыкался, я нашел первую свою работу. Это была компания Lada Favorit. Это компания, которая занималась продажей автомобилей. Проработав там примерно полгода, по-моему, я перешел в компанию Автопежо, или как-то Пежо Франция, или что там, как назвался, я уже не помню. В общем, там Пежо продавались. Но могу сказать, что зарплата была тоже достаточно низкая, и, наверное, впервые в жизни мне помогала тогда девушка. После переезда в Москву, через, по-моему, месяц, я познакомился с девушкой одной, она была постарше меня, такая уже старшаяся в жизни, у нее все было хорошо, и я каким-то образом, я не знаю, ей понравился. И мы стали вместе жить, и мы жили вместе, она мне помогала, могу честно сказать, потому что самому прожить там на ту зарплату, которую я зарабатывал, было достаточно тяжело. Ну, я хоть сам люблю автомобили, но тогда у меня не было автомобилей, я в них вообще не разбирался, мечтал только иметь. Я видел эти Пежо, они такие красивые, даже самый дешевый какой-нибудь там, 206-й Пежо, мне казался просто невероятной машиной, я мечтал там купить, но там цена, не знаю, там в 450 тысяч рублей, там самого дешевого Пежо, я понял, что я, наверное, никогда себе в жизни такую машину не куплю. И случился такой момент, что парень, который приходил за автомобилем покупать 407-й Пежо, он 860 тысяч рублей тогда стоил, пришел покупать парень, но в кредит с большим первоначальным взносом, ему одобрили, и я просто ему оформлял машину, и смотрю трудовую книжку его, там написано World Class. Я говорю, World Class это фитнес-центр что ли? Он говорит, да. Я говорю, ты что, тренер в клубе? Он говорит, да, я тренер в клубе. Я говорю, ты еще работаешь тренером в клубе, можешь получить зарплату, чтобы купить себе тачку за 160 тысяч. Он говорит, ну да, у нас у всех там хорошие машины. Я ему, если честно, не поверил, думаю, врет, наверное. Но говорю, а что за World Class? Где они находятся? Он говорит, ну это сеть, там-то, там-то. Говорит, хочешь, я тебе гостевой визит сделаю? Ну, в общем, он мне сделал гостевой визит в World Class в Смоленский пассаж, тогда я помню. Я туда пришел, и думаю, ну, просто пообщаюсь с тренерами. Потому что, когда я закончил Академию физкультуры, я думал о работе тренерством, но тогда такого понятия, как фитнес-клуб, просто не существовало. Тогда были одни просто подвальные качалки. И зарплата в них была, ну, тоже достаточно смешная. Ну, и обязанности у тренеров тоже были такие, что просто смотреть, чтобы никого там в танго не придавило, и все, никого там не тренировали, ничего. Пришел в World Class, пообщался с тренерами, и они говорят, что да, у нас там зарплаты там за 100, там, и выше 1000 рублей. Я думаю, ничего себе. И тут вспомнил же, да, у меня же диплом Академии физкультуры есть, почему бы не попробовать? И я, когда пришел устраиваться на конкурс, на первый этап, у нас было, пришло 400 человек на 20 мест. То есть конкурс был 20 человек на одно место. Это реально очень, я тогда обалдел от того, причем я видел, что люди очень серьезные, такие взрослые приходили на собеседование, профессиональные там спортсмены, мастера спорта, даже чемпионы мира там какие-то у нас были. Мне посчастливилось, слава богу, меня приняли на работу. Я три недели проходил еще обучение в компании, потом неделю сдачу экзаменов, и наступил тот день, когда я выпустился, и было распределение, и меня распределили в клуб, в воркласс фитнес олимпийский. Ну, могу сказать, что это было действительно мне повезло в жизни, и, наверное, такой очень серьезный мой был шаг, потому что именно эта компания мне дала очень-очень много. Конечно же, требования тоже достаточно высокие, потому что там ни на минуту опоздать нельзя, графики четкие, там дежурные часы есть, которые нельзя тренировать и так далее. Но самое главное, компания тебе, я это называю, давала доступ к телу. То есть, вам на парковку приезжали машины, которые мог приехать в Майбах, за ним еще гелик с вооруженной охраной, выходил человек, которого 4 человека просто провожали для фитнес-клуба, и оставались за дверями. Этот человек к тебе заходил, и потом переодевался, и приходил к тебе на тренировку. То есть, на улице тебя бы просто застрелили, если бы ты подошел к этому человеку. А так, то он сам к тебе приходил, записывался на тренировку, и ты его тренировал. Тогда я начал постепенно обрастать связями, интересными знакомствами. Ну и могу сказать, что, наверное, самое главное, я начал просто учиться у этих людей мыслить. Потому что мой колхозное мышление, которое тогда у меня было, оно просто не позволяло, вообще оно не понимало, как в Москве все устроено, как люди могут зарабатывать такие деньги, и что это вообще нормально мечтать зарабатывать такие деньги, и вообще их зарабатывать. Тогда я это все не понимал, и для меня этот мир каким-то чужим казался. Но благодаря тому, что я общался с этими людьми, они какими-то делились психологическими секретами своего успеха, я начал потихонечку как-то ментально расти, 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 начал интересные книжки читать, знакомиться с интересными людьми. И в тот момент я познакомился тогда со своей, наверное, второй любовью. Это была очень красивая девушка, это была такая топ-модель, можно сказать, просто длинноногая красотка-блондинка, у которой было просто миллион ухажеров, у нее была дорогущая тачка, дорогущая шмотка, своя квартира. Но я тогда начал заниматься уже модельным бизнесом, уже полгода где-то я был в модельном бизнесе. То есть я, ну не то, что там какой-то модель был, но потому что я выглядел очень неплохо, я тренировался тогда, то есть у меня была хорошая фигура, я записался в модельное агентство даже в несколько, и ходил на кастинги. И могу сказать, что даже мне посчастливилось там несколько крупных кастингов выиграть, я снимался в рекламе Мегафон, я снимался для GQ. Но в то же время на ранних этапах я вот в сети встречал, с тобой есть фотографии, ну вот одежду рекламируют, свитера какие-то, там рабочая одежда, чуть ли не пижамы какие-то, все такое. Да, это тоже было, просто за эту работу, этой работы было много, и за нее платили регулярно, причем платили, ну достаточно неплохо, могли там заплатить, не знаю. Но это был, получается, 2009 год, и платили там 5-7 тысяч рублей, там буквально за 2-3 часа работы. Я тогда уже самостоятельно снимал квартиру, я уже с той девочкой разошелся, вот, снимал, так, я жил в Бескутниково, есть такой район, снимал я за 28 или 30 тысяч рублей. То есть это цена такая, не маленькая, конечно, но зарплата у меня ворклассе уже была под 100 тысяч в тот момент. То есть это 2000, я могу сказать, что ворклассе я поработал до 2012 или 2013 года, точно не помню. Вот, зарплата была под 100 тысяч, 30-ку я отдавал, 70 мне оставалось, я уже купил к тому моменту свою такую первую машину, это Honda Civic, такая синяя цвета, красивая машина, так она мне нравилась, прям супер, никогда не ломалась, у нее было хорошо, девчонкам нравилось. Я купил новую в автосалоне, тоже в кредит, конечно же, не за наличную, стоила она тогда 416 тысяч рублей, причем это была комплектация Elegance, не самая дешевая на автомате. Ну, в общем, я тогда познакомился в итоге с девочкой, с которой мне очень-очень нравилось, буквально сразу же в нее влюбился, ну, потому что это была девочка из Москвы, воспитанная, у нее мама преподаватель по музыке, по вокалу, она очень хорошо пела. Но, как случилось и с моей первой любовью, примерно через 3-4 месяца девочка привыкла жить той жизнью, которой она жила и, скажем так, появление какого-то такого парня вроде меня, который не мог ей позволить то, скажем так, в чем она жила постоянно, да, тот образ жизни. Она в какой-то момент, через полгода, примерно просто мне сказала, парень, слушай, извини, но, ну, как бы мы друг другу не подходим, там, ты интересный, с тобой хорошо общаться, давай станемся друзьями, но, либо в жизни мне нужен другой парень. Тогда, помню, для меня это таким страшным ударом было просто ниже колен. Вроде я и зарабатывал 100 тысяч рублей, да, хотя и даже сейчас это вроде нормальные деньги, да, тут тебе девочка говорит, что, ну, как бы, аккуратными словами, что, парень, да ты просто нищеброд какой-то, как бы, у тебя не квартиры, там, ну, машина, ну, что-то, кому это нужно, типа, ну, там, зарплата должна серьезная, чтобы там, ну, и она правая, ни в коем случае ее не обсуждают. Именно, именно я, наоборот, ей благодарен за то, что она, ну, дала мне такой серьезный толчок, чтобы я не останавливался, потому что именно такие трудности, они закаляют нас. Я начал опять самокопанием заниматься, пытаться понять, что нужно в себе изменить, как нужно трансформироваться, что стать лучше, и тогда, я помню, мне попалась книга, которую я сейчас называю книгой номер один в своей жизни, это «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Вкратце книга о том, что, как нужно смотреть на этот мир, чтобы мир дружественными глазами смотрел на тебя, и каждому человеку, который ищет себя в этой жизни, ищет, как изменить жизнь, очень настоятельно рекомендую прочесть эту книгу. В общем, благодаря этой книге, мое, скажем так, видение мира из резко негативного, я смог его перестроить, там, положительное, грубо говоря, да, и мир реально начал мне отвечать тем же самым, начал какие-то положительные моменты вносить в мою жизнь. Ну, я начал понимать, что да, работа в ворклассе тренером – это круто, это мега, многие мечтают оказаться на моем месте, но в то же время это все равно не то, что я хочу, потому что раз такая девочка ушла от меня, когда я зарабатывал такую сумму денег, значит, я должен зарабатывать, не знаю, 200, 300, 400 тысяч рублей в месяц для того, чтобы такие девочки были рядом со мной. Потому что девочки для меня были мотиваторами. В общем, работая в ворклассе, я познакомился, ну, у меня был один из клиентов, это такой очень состоятельный парень, он прям мой ровесник, и он владелец очень крупного строительного бизнеса, компания, которая строит коттеджи в ближайшем Подмосковье по одному очень дорогому направлению. Вот, и он очень часто опаздывал на тренировки, потому что был безумно занятым человеком, и я ему сказал, что, ну, дружище, давай, может быть, я стану каким-то персональным тренером, тебе, как бы, зарплату, которую я здесь в ворклассе получаю, это для тебя вообще копейки, тебе какая разница, ты там больше тратишь денег на то, что покупаешь клип-карты и просто их не расходуешь, потому что ты не ходишь на все тренировки, а так я буду приезжать в то время, когда тебе удобно, и ты будешь всегда со мной тренироваться. Вот, он, там, достаточно короткое время подумал, сказал, что, да, окей, давай, я тебе буду платить те же самые 150 тысяч рублей, ну, ты будешь тренировать, я тебе куплю карту воркласс, что тогда мне сказалось, я был тренером, и тут вдруг я стану клиентом, и я получу тот же самый сервис, который получают клиенты, и тогда мега счастлив был. Ну, вот, он мне пообещал эту зарплату, но мне нужно было, конечно же, уйти из клуба и тренировать его одного. И тут я понял, что у меня офигенски много свободного времени появилось. Ну, представь, я его там тренировал, ну, он такой был заядлый спортсмен, точнее, является сейчас. Тогда мы с ним вообще тренировались два раза в день. То есть, с утра я приезжал, он жил в клубе на Тверской, мы с ним тренировались, сделали кардио, а вечером мы приезжали в другой клуб в Олимпийский, и я вечером делал с ним уже силовую тренировку, так, четыре раза в неделю. Тут я понял, что, а может быть, задуматься обратно о спорте, о той мечте, которая не осуществилась, но я начал узнавать о разных спортах. Ну, понятно, что какой-то спорт, где нужны спортивные качества, да, быстрота, сила, выносилась ловкость, гибкость. Мне туда ужасоваться в 31 год, а мне уже 31 исполнился, это уже поздно, потому что ты их не разовьешь. Но есть такой вид спорта, как бодибилдинг, где не оцениваются физические качества, если, конечно же, это спорт. Оценивается просто красота тела, да, фигура. Я тогда познакомился с ребятами, которые дружили с Димой Ишенкиным. И я попросил их, точнее, попросил свою супругу, чтобы она работала тогда в клубе, чтобы она попросила одного из учеников Димы Ишенкина, чтобы он договорился о том, что он на меня посмотрит. Дима назначил мне время, я приехал к нему, он посмотрел на меня, сказал, что да, парень, слушай, у тебя достаточно неплохие пропорции тела, хорошая композиция, тебя можно попробовать в такой дисциплине, как классический бодибилдинг. И вот в 31 год я начал свою подготовку в классическом бодибилдинге. Первая подготовка у меня заняла 3 месяца, всего лишь 12 недель, полтора месяца на набор, полтора месяца на сушку у меня было. И я выступил сначала на Московской области, где я стал четвертый, потом на Кубке Москвы я стал восьмой, и на Кубке, на чемпионате России, я в Казани тогда, я занял восьмое место из 16 участников. То есть для первого старта попасть все равно в серединку было, ну, как мне показалось, достаточно неплохо. В тот момент я понял, что работать тренером, даже у успешного человека, ну, для меня это, наверное, недостаточно, надо расти куда-то дальше. Я у него спросил, как я могу попасть, работать в его строительную компанию. На что он ответил, что нужно специальное образование, и я принял тогда решение поступать на второе высшее. Посмотрел несколько институтов и нашел такой университет, как он называется, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, факультет экономики, специалист экономист-аналитик, производственно-хозяйственной части. Я учился на вечернем очном, обучение было там четыре раза в неделю. То есть в течение двух лет четыре раза в неделю по вечерам я ездил в университет, и получал второе высшее, и, в принципе, его получил, закончил тоже с красным дипломом. В этот момент у меня шло параллельно несколько карьер. То есть это спортивная карьера была, это карьера тренером, учеба тогда была, ну и, соответственно, семья. К тому моменту я уже купил себе квартиру в Москве. Ну, конечно, часть денег я занял, часть денег уже сам насобирал, но там часть денег в рассрочку взял в этой компании, которую я за строчкой покупал. Ну, у меня уже появилось свое собственное жилье, мы с Ксюшей переехали, и я тогда, вот тогда, наконец-то, почувствовал, когда у меня просто бремя, огромное бревно с плеч упало, когда у меня появилась собственная квартира в Москве, и я понял, что все, фух, теперь я уже не лимитап, она приехавшая, я уже, как бы, практически москвич со своей квартирой, с машиной, с красоткой, с женой. Ну, то есть вот для тех, кто нас смотрит в регионах, это основной момент в Москве. Своё жилье есть? Да, 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 потому что, ну, скажем так, я понимал, что я мужчина, я должен заботиться о своей семье, и у меня всегда, ну, то есть, я всегда так размышлял, то есть, если со мной что-нибудь случится, и у тебя нет квартиры, то ты, значит, либо вернешься в свой тихорезк, либо будешь ночевать под мостом, а ни то, ни другое мне не хотелось, поэтому мне просто, как воздух, было необходимо собственные квадратные метры. И когда я купил, реально, то есть я купил на начальном этапе, то есть вот по самой дешевой цене, там, однушку, через, там, 4 года или, там, 3 года я в неё въехал, и тогда я вот почувствовал, что всё, вот просто время с плечи упало, что у меня есть свои квадратные метры, мы её обустроили, там, как её хотели, свою квартиру лет 5 назад, ну, наверное, 2012-2011 год. Сколько отдал? Сколько я отдал за квартиру? Ну, тогда на этапе первоначального строительства я отдал что-то в районе 4 миллионов. Ну, вот, это 43 квадрата, по-моему, квадратных метров. Итак, знакомство с моей будущей супругой. Я работал ещё в Ворклассе, и тогда я тоже продолжал заниматься какой-то такой модельной деятельностью, то есть сходить на рекламу, на кастинги, и помню, что тогда в моей собственной компании, в Ворклассе, был кастинг на ежегодную рекламную компанию. Вот я пришёл на кастинг, меня, конечно, сразу же утвердили, вот, и я приехал уже непосредственно на съёмку, и помню, что я захожу и вижу, блин, сидит просто такая красотка, высокая, стройная, кучерявые волосы, блондинка, худенькая-худенькая, не знаю, там, килограмм 60 при росте примерно, метр 80. Я просто смотрю, думаю, ничего себе красотка, вот. Ну, мы начали сниматься, я с ней познакомился, там девочку звали Ксюша, такая вся миленькая, 18 лет, совсем молодая, я думаю, блин, мне уже там почти 30, ей там 18, разница в 11 лет достаточно серьёзная. Ну, я думаю, ладно, я с ней познакомлюсь, с ней начали общаться, я помню, что я за ней начал ухаживать, и примерно через две недели моего знакомства у меня был отпуск, вот, и она могла тоже взять отпуск, она взяла отпуск, и мы, я её пригласил поехать на Шри-Ланку. То есть мы с ней поехали на две недели, просто прекрасно провели время, ближе познакомились, ну, я понял, что человек, хоть достаточно юный, но с очень такими правильными жизненными позициями, там, в отношении семьи, в отношении мужчины, в отношении, там, окружающего мира, я понял, что нужно хвататься за неё, и что нужно дальше развивать с ней отношения. Через 2-3 недели я ей предложил ко мне переехать, то есть это было всё очень быстро, её не смутило, но она просто, видно, очень тоже быстро в меня влюбилась, видно, быстро, но она вот такой психолог очень хороший, такой, даже на каком-то энергетическом уровне, чувствует очень легко людей, быстро просчитывает. Там я, конечно же, поехал с мамой, познакомился, сказал, что вот я такой-то, такой-то, у меня такие планы на вашу дочь, там, хочу с ней жить вместе. Ну, мама дала добро, вот, и мы начали жить вместе, соответственно, как-то строить наши отношения. Могу сказать, что мы 2 года прожили в гражданском браке и поженились. Я помню, конечно же, она, как и многие девчонки, мечтала побыстрее жениться, а я всё тянул-тянул, и но в какой-то момент, ну, не знаю, потому что как-то мне казалось, какой-то это слишком серьёзный шаг, такой, не знаю, как рождение ребёнка, так вот, что-то очень серьёзное. Но она взяла тогда с меня слово, что после года наших отношений я сказал, окей, я тебе даю целый год ещё, но через год, типа, либо мы жениться, либо мы расстаёмся. Я сказал, да, хорошо, и прикинь, как этот год быстро пробежал, она мне говорит, знаешь, ты помнишь, что ты мне давал обещание, вот через неделю год кончается. А годы в вас прилетят? Да, да, да. Я, как, целый год прошёл? Говорю, да, вот мы уже почти 2 года вместе, год прошёл, так что всё, давай. Ну, я сказал, ну, всё, хорошо, давай жениться, потому что я уверен в тебе, в наших отношениях. И мы достаточно быстро записались в ЗАГС и быстренько поженились. Сама свадьба как прошла? Тебе понравилось это процесс? Ну, на тот момент я ещё работал в ворклассе, каких-то денег на какую-то красивую, безумную свадьбу не было. Я помню, что мне как раз мой приятель дал свой S63 AMG, Mercedes, белый, красивый, я его там украсил, ну, он и водителя своего прислал, вот, я, ну, мы в ЗАГСе отпраздновали, я снял большой стол в джипсе, в ночном клубе, в таком, ну, там сколько, 120 тысяч тогда мне стол обошёлся, и мы вот все там вместе, большой компанией, очень неплохо отпраздновали, и через день мы улетели в наше свадебное путешествие, мы полетели на Кубу, причём так забавно получилось, что когда мы сели в самолёт, нам апгрейдили места, я не знаю, как они, так нам повезло, на бизнес-классы, мы прям бизнес-классом полетели в Кубу, и мы в Кубе очень прекрасно провели время, я там брал машину самую дорогую, которая там была, это кабриолет Peugeot 308, я тогда ездил, меня каждый полицейский останавливал, просто посмотреть эту машину, потому что на Кубе там, ну, просто полный голяк, вот, но мы жили в Орадеро, две недели, и на несколько дней ещё поехали в Гавану, в столицу, для того, чтобы познакомиться именно со столицей Кубы, и было очень интересно, нам очень понравилось там, мы вообще просто шикарно провели время, и, ну, как бы я понял, что это мой человек, ну, я уже давно об этом, конечно, понял, ну, в общем, я был счастлив в тот момент, и продолжаю быть счастливым до сих пор, продолжалась моя спортивная карьера, я уже начал подготовку ко второму сезону, и тогда на чемпионате, уже на Кубке Московской области я взял Кубок за лучшую произвольную программу, когда поехал на Кубок России в Краснодар, я уже довел форму, и уже на Кубке России я стал третьим, выполнил норматив Мастера спорта России по бодибилдингу, и попал, соответственно, в сборную России, тогда, помню, ещё Тимошенко ко мне подошёл, говорит, ну, что ты на мир там, или на Европу поедешь, да, на Европу, я говорю, слушай, да на какая Европа нафиг, я ещё не оцениваю себя так сильно, чтобы ехать там на чемпионат Европы, он типа, ну и зря, и я понял, что тут нужно двигаться куда-то дальше, и стал вопрос, куда, потому что я видел форму чемпионов, и чемпионов там, не только российских, а чемпионов Европы, мира, я видел, что ребята, но, скажем так, в очень прекрасной форме, которая очень, может быть, опасна для здоровья, и я начал смотреть, долго ли ребята выступают, я заметил, что 2-3 года ребята выступают, и всё, на этом больше спортивная карьера не продлевается, то есть она останавливается по каким-то причинам, я думал, что я закончу с выступлением вообще, но в этот момент ко мне Дима Ишанкин приходит, показывает в Москве фитнес-журнал, говорит, слушай, вот новая дисциплина, мэнс-физик появилась в Европе, и в Америке, и даже знаешь, там есть, типа, про лига, то есть про лига признала эту дисциплину, и вела её в себе, то есть она будет на Олимпе через год, я сначала отнекился, типа, да, мэнс-физик, что там парни в шортах, у меня вроде ноги хорошие, я лёгкоатлетикой занимался, они у меня там хорошо развиты, но в какой-то момент Дима меня переубедил, говорит, надо готовиться в мэнс-физик выступать, и я начал как раз подготовку, так как уже в сборную России попадал, подготовку к, сразу на чемпионат мира, который проходил в Украине, в Киеве, и тут бац, такое удивление, что я получаю серебряную миндаль на чемпионате мира, и через 3 недели еду на Арнольд Классик в Европу, там впервые мэнс-физик проводилась, и там среди 50 человек в своей дисциплине, огромное количество народу, я выиграю свою категорию, и становлюсь в абсолютке вторым, проигрывая Райану Терри, который сейчас вот Арнольд Классик выиграл, был второй на Олимпии, в абсолютке я 1 балл ему проиграл только, мне тогда сказали, что парень выиграл Арнольд Классик, и ты можешь получить карту профессионала, то есть если хочешь, можешь выступать в про-лиге, и я тогда просто не поверил этим словам, потому что когда я пришел в бодибилдинг, я знал, что есть про-лига, который выступает на Олимпии, и я точно знал, что я никогда туда не попаду, потому что, ну, в классическом бодибилдинге нет среди профессионалов, а в большом бодибилдинге выступать не могу, это не мой вид спорта, мне не хотелось набирать там 30-40 кг мышечной массы, это нереально для меня, потому что по своей природе был достаточно худой, эскетичный парень. Получив кубок за первое место в Нарнольд Классик, я понял, что если я буду профессионалом, то я должен выступать только в Америке, а поездки в Америке это такая достаточно недешевая часть, а тогда зарплату я еще работал тренером, только на одного человека, там 150 тысяч рублей, и я понимал, что этих денег мне вряд ли хватит, чтобы путешествовать там на 5-6 турниров в год в Америке, потому что одна поездка, это минимум там 3 тысячи долларов тебе стоит. Вот, я начал ходить прям там на Арнольде по стендам спонсоров, подошел к САНУ, к Optimal Nutrition, и подошел к компании Олимп, пообщался с главным представителем там, там как раз оказался человек, который занимается развитием в Восточной Европе, в который, естественно, входит Россия, и мы с ним договорились, он сказал, что ладно, хорошо, но главным, скажем так, критерием того, что меня взяли в компанию, было то, что я показал ролик, который набрал на тот момент 2,5 миллиона просмотров, он сказал, вау, типа неплохо, значит тебя многие знают, значит ты интересен, это типа нам тоже интересно, потому что мы хотим, чтобы в кадре ты был там в нашей одежде, и когда ты показываешь спортпит, что ты показывал бы наше спортивное питание. И главным критерием в контракте, там было очень много пунктов, там контракт на 16 страниц, это очень длинный, я его долго переводил, потому что он был на английском языке, но для меня самым важным моментом было то, что они оплачивали 6 поездок в год на любые турниры, плюс оплачивались поездки на международные выставки. Это был мой первый контракт, да, зарплата там была 200 евро, на 200 евро спортпит, но самое главное, они оплачивали соревнования, потому что в конце года, первого я посчитал, они потратили 15 тысяч евро на мои поездки просто, на гостиницы, на перелеты, на командировочные, это огромная сумма. На тот момент моя рабочая карьера тоже развивалась, то есть я закончил университет экономист-аналитика и стал вопрос о развитии моем дальнейшем, о профессиональных качествах, и мне человек, которого я тренировал, владелец строительного бизнеса, сказал, что я сейчас застраиваю новый поселок, у меня будет 500 коттеджей, и для этих коттеджев нам нужно окна, мы их можем закупать на стороне, мы можем построить свое собственное предприятие, которое для наших нужд будет выпускать окна. Сначала мы хотели деревянные окна строить, мы ездили в разные страны, в Чехию, на производство в Германию, на производство на выставки, даже в Чечню один раз пришлось поехать, потому что было действующее производство, одно из компаний европейских, мы смотрели, как это все работает. В общем, примерно там год-полтора мы занимались тем, что договаривались, искали оборудование, ездили на производство на разные, или может там чуть поменьше. В общем, пришли к итогу, что мы хотим построить завод по производству именно алюминиевых конструкций и фасадного стекления, то есть не деревянных, а алюминиевых, потому что это самое новое технологическое производство, и коттеджи, которые застеклены сверху донизу в алюминий, то есть полностью стеклянные, они гораздо лучше продаются и смотрятся. В общем, мы открыли компанию, она называется SANTAL, вы можете зайти на сайт santal.pro, посмотреть наши уже готовые проекты. В общем, начала моя строиться, какая-то коммерческая такая, линия моей жизни. Я тогда достаточно плотно этим работал, тренировал его, и готовился к соревнованиям. Первый мой турнир был в Лос-Анджелесе, мы там посмотрели, в Universal Park и так далее. На первом своем турнире я не попал в топ-15, но это были чисто мои косяки, потому что я абсолютно неправильно позировал. То есть я делал все, как делают любители в Европе. В Америке и ProLica, это совершенно вообще другая планета, другой космос, там все абсолютно по-другому. И мне как раз предстоило все это изучить. Я поехал на второй турнир в Питтсбурге. Тогда я помню, стал 12-ым. Это уже было достаточно неплохо, там порядка из 26 атлетов, то есть попал в топ-15. И третий турнир был очень крупный турнир. Это серия такая в Америке проходит, по-моему, из пяти турниров в течение года. Europa Games называется серия турниров. И этот турнир проходил в Далласе, в Техасе. Там было заявлено 32 человека. И тогда я стал третьим. Могу сказать, что это было просто фантастически, по той причине, что до этого ни один неамериканец не попадал в топ-3 на американских турнирах. Я тогда обыграл Райана Терри, который стал восьмой всего лишь, а я был уже третий. И просто я приехал с кубком. И это реально было просто фантастика, потому что, чтобы российский парень попадал в топ-3 в Америке, это было там один или два раза за всю историю спорта. Естественно, я понял, что надо дальше выступать. Начал готовиться к следующим сезонам. И в каждом сезоне мне удавалось попадать в топ-5. В итоге у меня набралось, по-моему, 5 квалификационных очков. Или какое-то количество квалификационных очков, потому что за предыдущий год там еще скопились у меня очки. Но на Олимпию мне не хватило, по-моему, 3 балла, чтобы попасть на Олимпию. Потом был уже очередной сезон, где я выступил на двух стартах. Это старты были только в Европе. Это был Нева Прошоу, который мне выиграть удалось. Таким образом, я стал первым русским парнем, который выиграл турнир, который проводила ProLiga за все 52 года ее существования. Такое соотношение талии и плеч, как там, мне никогда не удавалось сделать. Потому что дома? Знаешь, потому что это было дома, потому что я был уже чуть подрасслаблен. И как-то звезды так сложились, что мне удалось сделать такую идеальную форму. Потом я поехал на турнир в Сан-Марина. И там меня поставили только третьим. Там тоже по одному баллу было расхождение между первым и вторым и третьим местом. Но, как мне сказали, что я чуть-чуть большой стал. То есть я чуть-чуть отъелся после турнира. Ну, я выиграл турнир, все, я там, конечно же, побежал в Макдональдс первым делом или куда. Просто отъелся на расслабоне. У меня форма осталась хорошая, достаточно сухой был, но я стал чуть больше. И судьям не понравилось, что я стал больше. И меня поставили на третье место. И отдали первое место парню из Великобритании. Следующий сезон был весенний. Это был один турнир в Стокгольм-Про. Это был первый турнир, где я готовился в Натураху абсолютно. Это был просто мой эксперимент чистой воды, показать ту форму, которую я сделал в Натурашку. Там уже определенные косяки, конечно, по подводке были. Плюс опять я был небритый, я бороду зачем-то отрастил. А когда я, грубо говоря, очень усыхаю и становлюсь жестким, то как-то борода очень старит мое лицо. Но в результате это судьям, наверное, очень не понравилось. Да и нельзя сказать, что у меня форма какая-то шикарная была. В общем, тогда я занял достаточно низкое место, шестое из семи участников. То есть стал предпоследним. В общем, после этого турнира я немножко отдохнул, буквально месяц, и начал свою там четырех- или пятимесячную подготовку до главного турнира в жизни любого культуриста Мистер Олимпия 2016, проходящего в Лас-Вегасе. Одна из основных, скажем так, моих ошибок была то, что я готовился уже самостоятельно. То есть у меня не было тренера, все решения принимал только сам. Но я точно понял, что знаний у меня немножко не хватило, потому что я слишком жестко начал тренироваться. Я сказал, что я выложусь по полной. Я делал до 15 тренировок в неделю, даже до 18 иногда. То есть у меня было на последние почти 3 месяца, за 2,5 месяца я начал делать по 2 кардио в день и по одной силовой 5-6 раз в неделю. Мне так хватило ненадолго. Недели 3 я продержался, потом мне стало безумно плохо. При этом я ел 50 грамм углеводов только. Потом я перешел на 2-х разовые тренировки в день по 6 дней в неделю. То есть где-то по 12-13 тренировок в день я делал. Плюс я тогда уже увлекся тайским боксом, начал заниматься им. Ну, я как кардио делал его и плюс мне просто нравилось это увлечение. Очень красивое оно, красивый вид спорта. При переезде в Америку, в Лас-Вегас, у меня начались определенные проблемы с пищеварением, потому что дорога занимала 26 часов, началось обезвоживание. Тут не нужно быть очень умным, чтобы понять, что когда у тебя недостаток воды, ты ешь пищу, просто у тебя плохо вырабатываются кислоты для пищеварения, потому что воды просто не хватает, из которой мы вырабатываемся. В результате у меня начались проблемы с ЖКТ, пища не переваривалась. И я последние 2-3 дня перед Олимпией ни разу не сходил в туалет по-большому, скажем так. И выйдя на сцену, я понял, что у меня полный просто желудок, кишечник еды. Причем я начал пить регулак, ставить клизмы, что угодно я делал, вообще не мог сходить в туалет. В результате, выйдя на сцену Олимпии, я понял, что я тяжело контролирую свой пресс. Форма супер, я очень сухой, был доведенный, но при этом полный желудок еды, он, конечно, не позволил мне занять высокое место, и я не попал в топ-15, но и участников было много, 42 человека. Я был там, по-моему, в четвертом, не в пятом коллауте, я где-то место там, ну не знаю, в районе 30-го занял, что, конечно, не последнее тоже хорошо, потому что я потом посмотрел списки и коллауты, я обыграл многих парней, которые выигрывали хорошие большие турниры, но тем не менее, все равно, я не показал ту максимальную форму, на которую я в итоге был бы способен. После этого, я сразу же поехал на турнир в Южную Корею, в Сеул, там я стал тоже, по той же самой причине, я никак не мог проконтролировать свой пресс, он вообще вылетал, у меня не мог его напрячь, стоя за сценой, я показывал, все было хорошо, но выйдя на сцену, пресс просто куда-то пропадал. В итоге, в самом начале, меня поставили третьим в предварительном сравнении, потом уже в финале, судя на меня посмотрели и поставили только пятым. Вот, вернувшись домой, я понял, что нужно что-то срочно менять, нужно, наверное, обращаться к консультации к более адекватным людям, чем нежели я сам на подготовке. И я обратился к специалисту, которого зовут Денис Капустин, это очень известный тренер, он из Барнаула, он готовил многих чемпионов мира, Арнольд Классик, в разных дисциплинах, и бодибилдинг, и классический бодибилдинг, и обратился к нему за подготовкой, потому что это был турнир в Москве, который впервые проходил Power Pro Show. У Дениса было только 4 недели, это очень мало, конечно, но тем не менее, он внес коррективы, он меня запретил так много тренироваться, он сказал, что только 8 тренировок в неделю, 4 кардио, 4 силовых, больше ни в коем случае нельзя, заставил увеличить количество углеводов, сказал, что 50 грамм углеводов для твоей массы это слишком мало, ты плоский становишься, мы разработали с ним схему по питанию, схему по тренировкам, и я начал готовиться, и в результате за 4 месяца подготовки мне удалось значительно улучшить свою форму, и, что самое главное, он правильно мне подвел, и в результате я занял 4 место, причем все люди, которые были с Олимпии, они стали ниже, чем я, то есть я их всех обыграл, а первые 3 места заняли ребята, которые впервые в жизни вообще выступали на профессиональном турнире, но в первую очередь сказалась разница в судействе, потому что судили европейские судьи, судили по европейским критериям, приехали американцы, и многие европейцы, которые выступали на Олимпии или на профессиональных турнирах, они делали абсолютно все то же самое, что делали в Америке, и европейским судям почему-то их форма и позирование не понравилось, и они поставили европейских атлетов, которые впервые выступали на первое, второе, третье место, выиграл тогда Николай Кулешов, я его с этим абсолютно поздравляю, молодец, действительно хорошую форму показал и заслуженно занял первое место и квалифицировался на Олимпию. Я же стал четвертый, набрал какое-то количество квалификационных очков для Олимпии за счет выступления в Сеуле, за счет выступления в Москве, но этих очков мне не хватит для того, чтобы квалифицироваться с Олимпией 2017 года. И я решил, что нужно пока со спортом подождать, то есть решил взять перерыв, потому что это у меня уже был восьмой сезон подряд, без остановки, я уже сильно измотал свой организм, я стал достаточно нервный, раздражительный, и я понял, что нужно отдохнуть и взять перерыв в год. На данный момент в спортивной карьере Дениса наметилась пауза. Атлеты его жена Ксения давно планировали пополнение в семье, и сейчас как раз неплохой момент, чтобы уделить внимание этому вопросу и заодно обратить внимание на свое здоровье. А также Денис активно работает над развитием собственной компании. Не по производству спортпита, как нынче модно, ведь рынок и без того насыщен предложениями от топовых брендов с мировым именем, так еще и каждая новая компания сталкивается с выбором. Делать качественно, но дороже, или хуже, но дешевле, что не сочетается с принципами Гусева, а по доставке здорового питания. Денис с партнером долго работали над деталями будущего бизнеса, его маркетинговой политикой, меню бренда, его особенностями, и на данном этапе Level Kitchen уже может похвастаться значительным списком подписанных контрактов на доставку качественного здорового питания. Наши конкуренты некоторые, они либо делают очень дешево, но реально качество очень сильно страдает, все об этом знают, все на это жалуются. Либо они делают это качественно, но это становится безумно дорого. В Москве есть люди, которые легко это могут покупать, но количество этих людей не так далеко. Наша задача стала в том, чтобы создать компанию максимально премиального сегмента, то есть качество, чтобы было во всем, начиная от упаковки, дизайна вилок, ложек, заканчивая, безусловно, своим качеством продукции. Но при этом цена была бы минимальная. Чтобы вы понимали на вопрос о том, как же я все успеваю, и строительный бизнес, и работа моя, и спорт, и эта компания, я отвечаю просто за свой сегмент, то есть я сейчас стараюсь не лезть в производство, потому что это просто такая рутина, это 24 часа в сутки нужно этим заниматься, потому что это закупка огромного вида сырья, это хранение сырья, это изготовление блюд, это рационы, это разные программы. Напоминаю, что у нас есть 5 рационов, 2 на снижение веса, это 1000-1500 калорий, 2 на набор веса, это 2500-1500 калорий, и одна программа на баланс, это 2000 калорий. Пробуйте и заказывайте еду от Level Kitchen, я уверен, она вам понравится. Поэтому в Level Kitchen я занимаюсь напрямую, я совладелец компании, чтобы никто ничего не думает, не просто лицо, как на самом деле многие являются, они говорят, что это мой владелец, на самом деле это просто лица компаний, на основе которых строится бизнес, нет, я совладелец, я не просто лицо, я отвечаю за маркетинг, за продвижение, за акции в компании, а мой второй партнер занимается, естественно, самим производством, и на самом деле это идеально. Сейчас есть то, о чем многие мечтают, но только благодаря тому, что я пахал, что я много работал, в последнее время я работаю 7 дней в неделю, реально у меня нет ни одного вообще выходного, моя супруга, когда прихожу домой, называет меня муж-работа, домой вернулся. Кстати, первое, что я очень люблю путешествовать, я уже посетил более, по-моему, 32 или 34 стран. Второе, я занимаюсь банистикой, я коллекционирую бумажные денежные знаки, в основном специализируюсь на российских, то есть Россия, СССР, ФССР, Царство России, Временное правительство, на этих также увлекаюсь, ну, люблю на машине ездить, ценю, уважаю дорогие красивые, хорошие машины, какие красивые женщины, но женщина у меня одна, слава богу, я счастлив, что она у меня есть, у нас любовь к моркови, все прекрасно. Ребята, верьте в свои силы, уважайте других, не нужно быть троллями, знаете, как это в комментариях, все друг друга говном поливают, просто даже находя какие-то там факты, типа, вот он сделал это, я бы это никогда не сделал, не нужно так говорить, вы не были на месте этого человека, не знали, почему он это сделал, по каким причинам и ради чего он это сделал, не нужно быть хейтерами, не нужно ни в коем случае осуждать людей, это очень важно, потому что вселенная, она все это видит, если вы других людей осуждаете, поливаете грязью, пусть они даже этого заслуживают, не важно, то вселенная говорит, а, ну, раз ты дерьмом кого-то поливаешь, значит, и я тебя буду дерьмом поливать, ваша жизнь, она будет на том же самом месте находиться, где она находится сейчас, и, может быть, даже и хуже становится, поэтому уважайте просто других людей, никого не порицайте, просто занимайтесь тем, что вам нравится, постройте какой-то план вашего движения, вашего развития, если вам, конечно, оно нужно, если вас все устраивает, то, значит, делать-то ничего не надо, ну вот, но, тем не менее, мужик, он, парень, он должен быть тем, кто двигает свою семью вперед, кто развивается, кто не сидит на месте, кто растет, учится, получает новые знания, заводит новых знакомых, друзей, помогает кому-то, ему кто-то помогает, в общем, надо двигаться, двигаться, и тогда вселенная вам тоже, скажем так, отблагодарит вас за это и даст вам то, о чем вы мечтаете. В этом интервью вы узнали много новых, интересных подробностей о жизни Дениса Гусева. Парня из обычного городка в Краснодарском крае, который родился в простой семье без особых перспектив на большое будущее, но жил мечтой, работал ради успеха, перебрался в мегаполис и смог добиться желаемого. Стать профессиональным спортсменом, бизнесменом, бизнесменом, заядлым путешественником и счастливым семьянином. Если вам по душе такая откровенность атлета и его желание поделиться с вами жизненным опытом, не забудьте поставить лайк под видео, поделиться им с друзьями, а также подписаться на канал. Остались вопросы к Денису? Задавайте их в комментариях и делитесь впечатлениями об этом эпизоде. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова